Всем привет, меня зовут Мария, и я являюсь преподавателем онлайн-школы программирования Пиксель. В этом уроке мы с вами разберём, что такое триггеры. Чаще всего они нам нужны для сбора бонусов, либо для нанесения урона нашему персонажу. Подпишись на канал и поставь лайк этому видео. Откроем Unity. У меня уже есть подготовленная сцена с персонажем. Её вы сможете скачать по ссылке в описании. Давайте создадим объект, который будет являться нашим бонусом. Для этого в иерархии нажимаем на плюс, 3D Object и выбираем капсулу. Более похоже. Делаем её поменьше. И двигаем к нашему врагу поближе, чтобы мы смогли быстренько это всё проверить. Посмотрим в инспектор. У нас автоматически создался коллайдер для нашего объекта. Теперь нам нужно создать ему RigidBuddy, то есть нашу физику. Добавляем. Обратите внимание, что если вы будете это делать в 2D, вам коллайдер придётся добавлять вручную. Теперь, чтобы наш объект капсула не подчинялся законам физики, то есть он не падал низ, когда мы запустим с вами программу, мы просто уберём галочку гравитации. На объекте, который у нас будет главным, у нас также должен висеть коллайдер и RigidBuddy. Теперь нам нужно установить тег для нашего игрока. Ставим ему тег плеера. Он уже автоматически здесь создан сразу в Unity, мы его просто выбираем. Далее, теперь нам на капсуле в коллайдере нужно установить галочку из Trigger. Это означает, что мы можем проходить сквозь коллайдер. Это очень важно. Теперь давайте создадим скрипт. Правой кнопкой мыши по окну проекта, Create C-Sharp Script. И назовём его также Trigger. Открываем его. Теперь нам нужно написать метод, который будет отлавливать вхождение плеера в коллайдер и капсулы. Теперь нам нужно создать метод, который будет отлавливать вхождение нашего персонажа в коллайдер нашей капсулы. Для этого пишем. Он Trigger. Enter. И Visual Studio мне сразу подсказывает. И я создаю, нажимая на Tab, у меня автоматически создаётся метод. Далее, пишем условие. If. Берём название коллайдера. Вот оно у нас. Пишем его. Точка. Tag. Два равно. Это значит равно. То есть два равно, это будет равно. Одно равно, это присваивание. Теперь в кавычках пишем наш Tag. Player. И теперь что будет происходить? Наш объект будет уничтожаться. То есть destroy. Капсула будет уничтожаться при соприкосновении. Game. Object. Этот скрипт будет висеть на капсуле. И будет уничтожать этот объект, на котором висит наш скрипт. Сохраняем. Нажимаем на капсулу в иерархии. И перемещаем скрипт. Запускаем и проверяем. Наш объект уничтожился. Есть еще другие методы. Например, нам нужно отловить, что когда персонаж остановился в коллайдерах капсул, то тогда происходит какое-то действие. Для этого существует OnTrigerStay. Здесь все то же самое. Мы также пишем условия. И в блоке прописываем действие. Это действие я закомментирую, чтобы оно не вызывалось, чтобы мы смогли спокойно проверить. И теперь, когда мы остановимся уже в коллайдере, тогда будет происходить уничтожение. Сохраняем. И проверяем. Здесь очень маленькие границы, и поэтому плохо был в этот момент виден, что мы именно остановились. Теперь еще один есть метод. Если нам нужно, когда мы вышли, то есть мы прошли сквозь, вышли, и тогда какое-то действие происходит. Это существует другой метод. Если вам все эти методы нужны для 2D, вы здесь просто добавляете 2D, и коллайдеры тоже добавляете 2D. Тогда у нас будет работать для 2D-игры. Теперь то же самое копируем сюда. Здесь это мы закомментируем, чтобы она не вызывалась. И когда мы выйдем из коллайдера, наш объект уничтожится. Давайте проверим. Видите, мы в нем стоим, и ничего не происходит. Вышли, он уничтожился. На этом все. Чтобы глубже разобраться в Юнити, записывайтесь к нам на онлайн-курсы. Ждем всех. А чтобы не пропускать новые ролики по Юнити, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик.